Каждый второй россиянин планирует провести летний отпуск в этом году дома, каждый четвертый на даче. А для тех, кто решился на путешествие, выбирают Крым, Байкал и Алтай, Краснодарский край, а также Ленинградскую область. К началу лета Всероссийский центр изучения общественного мнения расспросил о сезонных планах россиян, запросы, ожидания, направления. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Сегодня в нашей программе много интересного. Создана научная инфраструктура действительно мирового уровня, которая по некоторым направлениям не имеет равных в мире. Например, в области геохимии, изотопной геохимии и геотермохронологии. Новый геохимический метод. Какой проект КФУ представили Раису Татарстана? Мы сейчас работаем над созданием инструментов совместно с коллегами Катроссии Петербурга, поскольку с нас постановка биологической задачи, биомедицинской задачи, а с них реализация алгоритмов. Микрофото для макроцелей. Для чего биологи Казанского университета создают базу изображений раковых клеток? В этом году мы выпустили семь ребят, шесть из которых будут поступать в школу номер 41, с которой заключен договор преемственности с детским садом. Особенный выпуск. Чему научились воспитанники уникального в России детсада? Великая Отечественная война изменила ход жизни университета и внесла большие корректировки. Все для победы. Какие научные открытия сделали физики и химики Казанского университета в годы войны? Новые геохимические методы для ухудшающихся запасов нефти представил Казанский федеральный университет на заседании Совета директоров Татнефтехеминвестхолдинга. Участие в нем принял ректор КФУ Ленар Сафин. Мероприятие прошло в Доме правительства под председательством Раиса Татарастана Рустама Мениханова. На заседании рассматривались инновационные проекты. В частности, КФУ представил новые геохимические методы для ухудшающихся запасов нефти. Ученые исследуют свойства пластовых флюидов, геологические процессы, а также управляют разработкой месторождений нефти и газа. Им удалось создать рентабельные методы увеличения нефтеотдачи на сложных месторождениях. Испытание технологий искусственного интеллекта для поиска пропущенных нефтяных залежей в Татнефте, Газпромнефте и Роснефте послужило подспорьем для создания геохимического консорциума на базе КФУ. Проект на заседании представил заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Владислав Судаков. Исследователи надеются, что в будущем можно думать о выводе новых технологий на российский и зарубежные рынки. Рустам Иниханов напомнил, что в республике ведется серьезная работа по формированию высшей школы нефти в Альметьевске и рекомендовал объединить научный потенциал Института Татнефте и КФУ. Базу данных микрофотографии раковых клеток создали биологи Казанского университета. Благодаря этим данным можно проверить успешность разработок в сфере анализа биомедицинских изображений. Микроскопические изображения раковых клеток – это фотографии аденокарциномы толстой кишки человека с различным количеством нежизнеспособных клеток. Собранная база использовалась в рамках комплексных исследований совместно со специалистами Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета. Сотрудничество с коллегами КФУ ведет уже более 10 лет. И последние 5 лет казанские и санкт-петербургские ученые плотно работают в области обработки биомедицинских изображений. База данных формировалась как модельная. Электротехники из Северной Пальмиры разработали специальный программный комплекс, а биологи из Татарстана занимались выращиванием клеток и их микроскопией. Для чего понадобилась база данных микрофотографии раковых клеток – расскажем. Далее. Вот это папка, которая соответствует одному набору. От автоматического исключения из анализа неудачных образцов до оценки процента мертвых клеток. На все это способен искусственный интеллект. Так Айрат Каюмов собрал базу данных микроскопических изображений раковых клеток. С помощью нейросети можно будет по этим фотографиям оценивать гибель клеток без нанесения вреда самим организмам. Задачей таких баз является, что мы можем взять культуру клеток, вести эксперимент долговременно, несколько дней, и в течение этого времени проводить микроскопию и идентифицировать жизнеспособные и погибшие клетки в режиме реального времени без использования каких-то красителей. Раньше для анализа действенности лекарственных средств необходимо было окрашивать клетки. Но у такого метода много недостатков. Например, использование дорогостоящих красителей. Несмотря на цену, многие из них дополнительно воздействуют на клетки и меняют их структуру. Это приводит к получению неправильных результатов. Дело в том, что сейчас флуоресцентная микроскопия, вот как вы видите здесь примеры, на этом рисунке, на этом рисунке, это способ разделить между живыми и мертвыми клетками. Вот, например, здесь мертвые клетки окрашиваются в красный цвет, живые клетки окрашиваются в зеленый цвет. Но, к сожалению, вот эти методы, они несовместимы с тем, чтобы дальше клетки продолжали расти. Потому что мы вносим красители, которые оказываются либо летальными, либо мы вносим какую-то контаминацию, загрязнение. И эти препараты дальше должны уже выводиться экспериментом. В создании базы данных ученым КФУ помогли коллеги из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета. Они разработали программный комплекс. Он будет работать с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Там, по структуре клеток, на микрофотографиях можно будет количественно оценить уровень их гибели под воздействием перспективных лекарственных препаратов. Коллеги занимаются обработкой видеоизображений, фотографий, микрофотографий. У нас уже есть несколько публикаций по обработке как раз микрофотографий флюоресцентных. И вот, обсуждая очередную задачу, пришли к выводу, что для некоторых симуляций, отработки алгоритмов было бы хорошо сделать такую базу. Саму базу данных Айрат Кайомов вместе с другими учеными КФУ создавал как модельную. Сначала в лаборатории они вырастили клетки. Дальше их изучали с использованием микроскопа и фотографировали в разных условиях. Представленные изображения моделируют различные исходы применения потенциальных лекарственных средств. Они были предварительно получены с использованием двух разных систем окрашивания образцов. Мы сейчас работаем над созданием инструментов совместно с коллегами как раз из Петербурга, поскольку с нас постановка биологической задачи, биомедицинской задачи, а с них реализация алгоритмов для того, чтобы можно было в режиме реального времени отслеживать, разделять клетки крови в потоке, споры грибов, пыльцу растений, то, что является аллергеном. То есть, по сути, эта база является некоторой основой для разработки алгоритмов распознавания или, как говорят, сегментации различных микроэлементов по их форме. В настоящее время в базе данных более 300 фотографий. Обученная с помощью такой базы нейросеть способна различать результаты действия препаратов без использования флуоресцентных маркеров. Она может ориентироваться на изменения клеточных контуров. Благодаря базе данных уменьшается нагрузка и на экспертов, ведь им больше не нужно фотографировать клетки и изучать их через микроскоп. Достаточно открыть готовое изображение. Более того, так повышается объективность анализа при исследовании средств для терапии онкологических заболеваний. Это база микрофотографий, которая является так называемой обучающей выборкой. То есть, используя ее, можно отлаживать какие-то новые алгоритмы обработки изображений с микроскопа. Базу данных ученых КФУ могут использовать и другие исследователи. Благодаря собранным кадрам им удобно будет проверить успешность своих разработок в сфере анализа биомедицинских изображений. А в настоящее время ученые КФУ улучшают инструменты нейросети. С помощью них они смогут расширить базу данных, которые будут состоять из других типов клеток. Карина Саяхова, Львира Замаледдинова, Никита Акиншенко, ФУ. Итоги недели. Второй выпуск ребят прошел в детском саду для детей с расстройствами аутистического спектра. Детсад «Мы вместе» организован на базе Казанского федерального университета. Это единственный в России детский сад, который занимается воспитанием и дошкольным образованием малышей с диагнозом аутизм. Детский сад открылся два года назад. Он рассчитан на пребывание 50 детей. А центр сопровождения семьи еще на 70 семей. С детьми и родителями специалисты, воспитатели, ученые работают индивидуально. Здесь проводят психолого-педагогические, медицинские диагностики. Вся эта работа требует больших усилий. Ее результаты впечатляют. Воспитанники получают максимально всестороннее развитие. Малыши со сложным диагнозом уже безболезненно адаптируются к жизни в новых условиях школьных. Сколько выпускников вышли в этом году из детсада? И о некоторых результатах работы уникального дошкольного учреждения мы поговорим с заведующей Эльвирой Садриддиновой. Здравствуйте, Илья Ахзамовна. Здравствуйте, Салават. На этой неделе в детском саду КФУ состоялся выпускной. Расскажите, как состоялся праздник? Подготовка к празднику началась давно. Ребята вместе с педагогами подготовили целый концерт для своих родителей. Это были и песни о школе, игры по темам подготовки к школе, это конкурсы «Собираемся в школу всей семьей», «Угадай правильно, поймай мыльные пузыри». И, конечно же, как итог, это был шумовой оркестр. При подготовке к школе с малышами велась комплексная работа всех специалистов детского сада по индивидуальному маршруту развития каждого ребенка. Программа детского сада соответствует всем нормативным документам и построена на решении задач федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. И решались такие задачи, как охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, речевого развития, художественно-эстетического направления, социально-коммуникативного и познавательного развития. А сколько детей выпустилось в этом году и какие методы работы с ними использовались? В программе подготовки детей к школьному обучению учителя-логопеды, учителя-дефектологи, психологи использовали в своей работе эмоционально-смысловой подход школы Лебединской и Никольской. И такие технологии основаны на прикладном анализе поведения АБО-терапии и коммуникационной системе обмена изображений ПЭКС. Также применялся метод социальных историй и другие коррекционные методы. В этом году мы выпустили семь ребят, шесть из которых будут поступать в школу номер 41, с которой заключен договор преемственности с детским садом. Педагоги, работающие с выпускниками, смогут посещать их в период адаптации к школе. А ведется ли работа с родителями ваших воспитанников? Для наших родителей организована школа прикладного анализа, где они учатся взаимодействовать с детьми в домашних условиях. И также мы проводим тренинг «Девять шагов». А ведется ли набор уже в этом году сейчас новых воспитанников? Да, Салават, обязательно в этом году мы ждем в свой детский сад 10 детишек. И после того, как они проходят медико-психолого-педагогическую комиссию, они приходят к нам на диагностику. И консилиум, в составе которого входят профессора Казанского федерального университета и доценты, принимают решение посещать детский сад, либо ребенок идет у нас в центр сопровождения семьи. В центре сопровождения семьи ребенок получает комплексное, совершенно бесплатное занятие логопеда, психолога и дефектологов. Ну и не могу не спросить, задействованы ли студенты в работе детского сада? Да, конечно. В течение года к нам из Института психологии и образования приходят студенты на педагогическую практику, где свой теоретический материал они используют на базе нашего детского сада. Большое спасибо за интересную беседу, ну и безусловно, удачи. Спасибо вам большое. Нам всегда радостно осознавать, что наша работа приносит пользу семьям, родителям и детям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытие явления электронного парамагнитного резонанса, вопросы теории миномета, лобового сопротивления самолета и турбулентности, улучшение качества пороха в снарядах для «Катюш», получение жидкого кислорода в промышленных масштабах, производство ценных медицинских препаратов, изготовление зажигательной смеси. Эти и многие другие научные открытия были сделаны физиками и химиками Казанского университета в годы Великой Отечественной войны. Мы продолжаем серию репортажей о вкладе университетского сообщества в победу 1945 года. Всего за время войны в Казанском университете было выполнено около 300 научных работ. При этом большая часть научных проблем разрабатывались учеными университета в сотрудничестве с сотрудниками эвакуированных ведомств Академии наук СССР. Более того, благодаря сотрудничеству с научными учреждениями была заложена основа важнейших послевоенных научных направлений. Это помогло быстро восстановиться не только в тяжелейшие годы войны, но и в период становления страны после колоссальных потерь и разрухи. Как исследования физиков и химиков Казанского университета повлияли на обороноспособность и жизнь нашего государства, расскажет Эльвина Минобудзинова. Все для фронта, все для победы. Сегодня столицу Татарстана знают как город трудовой доблести, важным тыловым центром страны. Сюда были эвакуированы 70 предприятий и тысячи людей. Для народа и армии казанские заводы и фабрики работали в три смены. Производили свыше 600 наименований оружия, боеприпасов, выпускали самолеты, авиамоторы, снаряды, автомобильные детали, обувь, одежда и пища. На пределе возможности работали женщины, дети и пожилые люди. Казань стала центром военного обучения, транспортного и медицинского обслуживания. Небезучастным остался и Казанский университет. Вообще Великая Отечественная война изменила ход жизни университета и внесла большие корректировки. Очень много сотрудников, очень много учащихся было отправлено на фронт. Те, кто остались здесь, уже занимались военной подготовкой непосредственно здесь. А в 1941 году, в июле, по приказу Сталина, в Казань были эвакуированы институты Академии наук. Это было 33 научных учреждений из 85. 24 июня 1941 года был создан Совет по эвакуации. К началу Великой Отечественной войны осуществлялась мобилизация преподавателей, аспирантов, студентов и сотрудников университета в армию. Величайшая битва Второй мировой войны. Так об эвакуации говорил маршал Жуков. 1090 студентов в 1941 ушли в ряды Красной армии. К 1943 в университете число учащихся уменьшилось в три раза. На занятиях старших курсов могли присутствовать лишь один-два студента. Особое внимание обращалось на организацию военной подготовки студентов и преподавателей. Обучали техники местной противовоздушной обороны, умению пользоваться противогазом, готовили медсестер. Особенность военного времени проявлялась и в программах факультетов. Например, на химическом факультете студенты стали изучать химию отравляющих и взрывчатых веществ, на физмате – мореходную астрономию, аэронавигацию, на географическом факультете – военную топографию. Очень многие студенты были призваны в армию, и количество студентов сократилось примерно в половину. Более того, сократилось и количество преподавателей, и время обучения было сокращено до трех лет. В университете было очень холодно. В те времена ведь писали еще чернилами, и даже чернила замерзали в аудиториях. В общем, очень тяжело было. Потом очень много было каких-то общественных обязанностей. Необходимо было чистить улицы, рыть окопы и так далее. В общем, всем этим занимались и студенты, и преподаватели. Учеба продолжалась. Подготовка велась на шести факультетах. В их числе биологический, географический, физико-математический, химический и историко-филологический. Курс органики в Институте химии читал академик наук Несмеянов. Курс неорганики – Капустинский. Это фамилия выдающихся советских ученых. А когда-то студентам Казанского университета удалось стать их студентами. Преподавали и трудились над исследованиями как ученые Казанского университета, так и эвакуированные ученые-преподаватели из Москвы и Ленинграда. За время войны в Казанском университете было выполнено около 300 научных работ. Дело в том, что в Казань по решению Академии наук были эвакуированы практически основные физические институты, которые располагались в Москве и Ленинграде. Состав этих институтов был эвакуирован в Казань. Это очень большое количество людей, в том числе и руководители, но фактически самые маститые академики. Физики, химики, математики, астрономы – все они приближали победу, трудясь в лабораториях. Когда Завойски открыл явление электронного промагнитного резонанса в 1944-м, Арбузов изобрел специальный препарат – диаминовтолемид. для изготовления военных оптических приборов. Фактически было решено правительством, что физики буквально на 95% будут заняты решением оборонных задач. Ученые физики разрабатывали светящиеся составы для авиационных приборов, благодаря чему стали возможны ночные бомбардировки и инфракрасные бинокли. Казань стала местом рождения атомной бомбы. Именно в Казанском университете начались ее разработки. Был такой будущий академик Лев Андреевич Арцемович, который все послевоенные годы посвятил исследованию управляемого термоядерного синтеза. Но он во время войны работал над разработкой приборов ночного видения. Есть работы, которые были засекречены, и о результатах неизвестно до сих пор. То есть они засекречены до сих пор. Большой вклад ученые внесли в оборонную промышленность. Академик Николай Папалексе занимался радиолокацией. Бенсон Вулл разрабатывал технологии против обледенения самолетов. Харитон, Зельдович и Голданский работали над проблемами горения и детонации, то есть мгновенного воспламенения пороха. Академик Юлий Харитонов занимался проблемами горения пороха в снарядах. Катюши начали использовать именно эти снаряды. Химики также активно сотрудничали с военным производством и занимались разработкой препаратов. В это время в стенах университета работали абсолютно в различных направлениях, начиная от каких-то простых веществ, необходимых для дальнейших синтезов, вплоть до достаточно сложных лекарственных средств, которые необходимы были как раз-таки и в госпиталях, и на полях сражения, где непосредственно проходили бои. В группе Михаила Шостаковского, заведующего лабораторией полимерных материалов, был разработан бальзам. Он так и назывался – бальзам Шостаковского. Использовался для лечения ран, ожогов, различных кожных заболеваний, язв, применялся непосредственно на полях сражения и госпиталях. Препарат до сих пор выпускается, но под названием винилин. Кроме, так скажем, ученых из Москвы и Ленинграда, здесь работали и наши сотрудники, сотрудники Института Бутлерова, НИХИ имени Бутлерова. На момент эвакуации он прекратил свою работу примерно на два года, но сотрудники никуда не ушли, не остались без работы. Они помогали своим коллегам из Москвы и Ленинграда, в частности, академик Александр Ирмин Гельдович Арбузов, его сын Борис Александрович, Гильм Харьевич Камай, Аркадий Николаевич Пудовик, Андрей Иванович Луньяк. Сотрудники, конечно, также продолжали здесь работу. Струдились в числе эвакуированных ученых-физиков в Казанском университете выдающиеся академики. ИОФ, Вавилов, Капица. Одним из самых крупных достижений была работа по защите боевых кораблей от магнитных мин и торпед. Так, на вражеском мине не подорвался ни один корабль. Ученые также занимались изучением электрических и тепловых свойств полупроводников. Результаты исследования помогли создать так называемый «партизанский котелок» – термоэлектрический генератор для питания радиостанций в партизанских отрядах и разведывательных группах. Сегодня эти исследования продолжаются до сих пор. Работы такие, в частности, еще, они выполнялись не только в нашей стране, но и во Франции, и в Англии. Это так называемое разминирование кораблей, чтобы корабли не притягивали магнитные мины. Вот эти работы были успешно внедрены в практику, ни один корабль не подорвался на магнитные мины. А у химиков свои достижения. Особенно известны работы, которые велись под руководством президента Академии наук Александра Несмеянова. В нихе имени Бутлерова в то время научно-исследовательском химическом институте были разработаны светосоставы постоянного действия для различных приборов. Под руководством ученого Владимира Назарова создан уникальный карбинольный клей для ремонта боевой техники. Этот клей выручал очень хорошо бойцов. Они могли ремонтировать ее непосредственно на месте, не прибегая к каким-то манипуляциям. Сегодня ученые работают в комфортных лабораториях. Иначе деятельность не представляется возможной. Но 80 лет назад трудиться приходилось в других условиях. И это не отменяло обязанности общественных. На войне все равны. Ученые так же, как и все, копали рвы, разводили огороды, а многие из них воевали на фронте. Очень многое, в принципе, делалось фактически на энтузиазме. Потому что настолько тяжелая была жизнь. Ведь были карточки еще. Если он работал, например, на оборонный заказ, он получал определенное количество хлеба в день. Если нет, то, скажем, в два раза меньше. Вот настолько тяжелые были времена. Казань стала местом эвакуации не случайно. Не только из-за расположения, но благодаря репутации города и университета. Уже на тот момент университет славился своими открытиями. Казань имела на тот момент достаточно большой потенциал. Все закладывалось еще, конечно же, с середины 19 века, когда здесь начали работать первые лаборатории химической и физической Казанского университета. Поэтому те разработки, те традиции, тот потенциал, который был заложен за многие годы до войны, получается, за сто лет, бережно сохраняли здесь. Казанскому университету быстро пришлось встать на военные рельсы. Большинство ученых за свой труд были присуждены к высшим наградам и премиям. Область их исследований и разработок развивается по сей день. У каждого были свои методы ведения войны, но объединяла всех одна общая цель – победа. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. Награды и университетское признание. Какая академическая группа в КФУ стала лучшей? В год образования Казанского университета в 1804 году была открыта первая кафедра химии. Учиться у лучших. Как химики прославили Казанский университет на весь мир. Лето в Казани в полном разгаре. Официально в столице Татарстана открытый купальный сезон. Для отдыха в городе открыто пять муниципальных пляжей. Локомотив, Нижнее Заречие, озеро Глубокое, озеро Комсомольское и озеро Большое Лебяжье. А ученые КФУ подсказывают горожанам, как экологично подойти к вопросу купания в водоемах. Так, самый чистый водный объект – озеро Изумрудное в Юдина. Раньше здесь был песчаный карьер, где добывали песок. Если выбирать между пляжами Локомотив и Нижнее Заречие, то лучше отдать предпочтение первому. Пляж, по мнению биологов, достаточно чистый, так как располагается на крупном водном объекте и в расширении водоема. На пляже озер Глубокое, Комсомольское и Большое Лебяжье оказывается высокая рекреационная нагрузка. Также ученые просят обратить внимание на визуальные признаки качества воды, наличие внешних источников загрязнения. Особенно, если рядом с водным объектом находится канализационная труба, ливневки, места выпаса скота. Какие еще события произошли из жизни университета и республики, расскажем в дайджесте. Очередное заседание ученого Совета КФУ состоялось на этой неделе. Его члены провели конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педработников и рассмотрели кандидатуры на присвоение ученых званий. Также здесь утвердили персональный состав международного жюри по присуждению медалей премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Ректор КФУ Ленар Сафин принял участие в заседании Республиканского координационного совета по взаимодействию с общероссийским движением первых. Его провел Раист Республики Рустам Миниханов. Здесь обсудили вопросы защиты детства, поддержки молодежи и реализации проекта движения первых в Татарстане. В Татарстане традиционно уделяется большое внимание вопросам защиты детства, а поддержка молодежи является одним из стратегических направлений развития. Стали известны лучшие академические группы имена, отличившихся в интеллектуальной весне и проведении кураторских часов. В КФУ так подвели итоги сразу нескольких конкурсов. Лучшей академической группой среди первых курсов была признана группа химического института. Среди старших – института психологии и образования. Победитель Лиги лекторов работает в КФУ. В Москве наградили 50 лучших просветителей страны. В их число вошел старший преподаватель кафедры программной инженерии Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Азад Якупов, сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте, Азад Якупович. Здравствуйте. Поздравляем вас с победой. В прошлом году вы становились финалистом конкурса. В этом году сложно ли дался пьедестал лучшего? Знаете, действительно, очень много эмоций, чувств и энергии было потрачено в этом году. И по сравнению с прошлым годом было действительно очень все экстремально эффективно, экстремально эмоционально, я бы так отметил. А почему вы решили принять участие в конкурсе? Дело в том, что у меня накопилось и вообще есть очень большое количество материала, которые я хотел бы поделиться с точки зрения IT, с точки зрения цифровизации. Поэтому решил пойти на второй год именно по этой причине. А как проходил конкурс? Этапы, подготовка к ним? А были, как я сказал, очень экстремальные, потому что необходимо было в режиме нон-стоп готовить лекции, подготавливаться, готовить, отсылать материалы, которые должны были удовлетворять каким-то шаблоном, паттерном необходимой презентации для ребят, для слушателей. Поэтому можно сказать, что было четыре этапа. Отборочный тур, онлайн-презентация, личная карточка, ну и, естественно, полуфинал, который проходил в стенах Уникса и, естественно, финал, который проходил в Москве. А какие темы были представлены на Лиге лекторов? Разнообразие. Разнообразие, начиная от биоинженерии, заканчивая театральными подмостками и представлением в музеях. Это была и цифровизация, это были гуманитарные науки. В общем, тем было досконально много и максимально разнообразные. А на какой теме остановились вы? Ну, у меня тема, в которой я являюсь экспертом, это цифровизация, это цифровые двойники, это работа с данными, это показать то, что данные, это очень интересно. И с разнообразными алгоритмами и подходами мы можем, используя эту информацию, принести некоторые интересные оптимизации как в компанию, так и в цифровую отрасль и цифровую экономику в целом. А с каким количеством участников вам пришлось конкурировать? Это хороший вопрос, потому что количество участников на старте варьировалось от 10 тысяч лекторов, после отборов и разнообразных туров осталось всего 100, которые выступили в Москве. И потом в итоге только было выбрано 50. А вот как вы оцениваете своих конкурентов, ну давайте оппонентов по конкурсу? Ну, на самом деле, да, это не оппоненты, это даже друзья сейчас, в данный момент времени, коллеги. Выступления были очень сильные в разных областях, каждый привнес какие-то интересные моменты. Я никогда не понимал и не полагал, что, например, в аграрном хозяйстве огромное количество исследований, которые можно донести до публики и замотивировать их. Поэтому после моего выступления, слушая выступления конкурсантов, своих коллег, я был очень впечатлен. А вот у вас что сподвигло стать, собственно, лектором? Самый главный посыл, я вообще, в принципе, работаю, продолжаю работать в индустрии, в IT-индустрии. Но накопилось огромный багаж знаний, огромный багаж опыта, и хотелось бы делиться студентами. И так начался мой путь в преподавании. Когда я просто пришел в стены Казанского федерального университета и решил преподавать начальный уровень баз данных. И это, на самом деле, вытекло в огромный потенциал взаимодействия с ребятами, научной лаборатории, и взаимодействия с разными компаниями для того, чтобы достичь разных интересных цифровых решений. А вот на ваш взгляд, в чем все-таки секрет оратора, чтобы тебя слушали и студенты, и в то же время обычные зрители, которые студентами были очень давно? Это отличный вопрос, потому что иногда, слушая лекторов, можно заснуть. Но дело в том, что лектор должен сам гореть и должен понимать ту эмоцию, которую он привносит, по сути, как некое актерское мастерство. Но понимая и заражая публику своей мотивацией, это помогает получать обратную связь. И для меня лично это именно выстраивание диалога с публикой. Неважно, 300 студентов могут сидеть или 500. Но получая эту обратную связь, я могу ориентироваться, динамически изменяя ход лекции, динамически развивая свою мысль. Как спектакль, наверное, даже отчасти. Наверное, вы правы, это такой театр одного актера. Но на самом деле интерес именно, как легко и просто понятие цифры и IT привнести в массы. Это на самом деле самое важное для меня. А вот в чем задача лектора общества знания? Просвещать и помогать людям получать истину, а не фейки, которые очень сильно сейчас запрудили в интернете. Именно истину с точки зрения научной обоснованности и научных трудов. Вот это самое важное. В разных областях знаний, не только в цифровизации, но и в математике, естественно, в физике, в биологии, в биоинформатике и так далее. Вот общество знания было очень популярным в советское время. Лекторов по разным тематикам приглашали на предприятия, сельские клубы, школы. Одним словом, они были везде. Сейчас в России где и в каком формате проходят эти лекции, может быть, встречи общества? Я на самом деле только учусь, но как анонсировали, предстоит много командировок по России, в том числе в школах, в разнообразных общественных местах с рассказами по лекциям. Но на самом деле это не новое для меня, потому что я много выступаю и на предприятиях, и в разных лекториях, общаюсь со студентами, со слушателями, с продвинутыми инженерами по моей тематике. Так что все еще предстоит. Лекции ведут в разных форматах, в живую, онлайн, интерактиву. Вот для вас лично самый интересный и в то же время самый сложный формат работы с аудиторией? А самый интересный и самый любимый мой формат – это, естественно, оффлайн. Когда я вижу слушателей, я вижу глаза, я могу пройтись по залу, спросить какой-то вопрос или же услышать мнение. Это прекрасно. Но сейчас превалируют вебинары, вебинары с точки зрения онлайн-формата, и необходимо адаптироваться под эти новшества и слушать аудиторию электронным способом, разнообразными методами оценки посетителей, разнообразными методами тестов и так далее. Ну, это на самом деле очень главное и важное сейчас. А как помогли и поддержали ваши коллеги и студенты вас в подготовке к конкурсу? Да, это отличный вопрос. Я хочу сейчас выразить большую благодарность ИТИС-институту, всем студентам, которые там обучаются, всем моим ребятам, с которыми я прошел огонь и воду, грубо говоря, относительно моих выступлений, относительно их дипломных работ и работ, связанных с лабораторией. Поэтому единственное, что я слышал и чувствовал, это большие эмоции и переживания за то, чтобы у меня все получилось. Поэтому спасибо большое. А какую награду вы получили? Самая главная награда – это куб. Он весит около 3 килограмм. Куб такой, ну, как кубок, грубо говоря, который определяет твое отношение к знанию. Но, как я понимаю, анонса в целом не было официального, грубо говоря, в письме, в имейле. Но, я так понимаю, я буду ждать письма с приглашением в разные субъекты Российской Федерации, в города, для того, чтобы выступать с лекциями. А вот этот куб вы поставите на рабочий стол дома или, может быть, у вас есть специальный стенд? У меня уже его отобрали, мои дети где-то используют. Но, на самом деле, если быть честным, он у меня стоит на полке, я его поставил, потому что два года к нему шел. Для меня это очень большое-большое достижение. Ну и завершение наш традиционный вопрос. Ваши дальнейшие планы с точки зрения профессии и развития себя как лектора? Да, спасибо за вопрос. На самом деле, планы развиваться и понимать, как выстраивать правильную речь, это очень важно. Иногда трехчасовая лекция, уже все заплетается. Второй момент — это развитие правильной презентации, потому что презентации, которые я делал, они делались на моих эмоциях и на моих ощущениях. Но, на самом деле, под этим целая наука, есть специальные курсы, школы, которые помогают лектору выразить свои идеи, свои эмоции в дальнейшем. Но, в любом случае, я хочу продолжить обучать мои студенты рядом со мной. Я буду с ними работать, передавать свои знания, свой опыт и в дальнейшем выстраивать правильную лекционную цепочку для того, чтобы они тоже поняли это, что это важно и были замотивированы в дальнейшем. Но стоит только позавидовать вашим студентам и, конечно, желаем вам удачи и успехов в этом деле. Спасибо. Спасибо большое. В России организуют новый киберчемпионат по российским онлайн-играм. Президент Владимир Путин поручил учредить ежегодный всероссийский киберспортивный турнир в дисциплинах «Мир танков», «Мир кораблей», «Танки Блиц» и по другим отечественным онлайн-играм. Рассчитывают, что чемпионат примет участников от Владивостока до Калининграда. На чемпионате могут быть представлены игры от отечественных разработчиков и разработчиков из дружественных стран. А между тем, казанский киберспортсмен, студент КФУ Аяз Ахмедшин на этой неделе стал чемпионом в европейском турнире. Со своей командой спортсмен выступал в дисциплине «Валорант». Они играли против другой европейской команды «Фнатик». Призовой фонд турнира составил 250 тысяч долларов. Аяз учится на юридическом факультете Казанского федерального университета. Учебу он успешно совмещает со спортом и уже неоднократно прославил и Татарстан, и Россию на киберчемпионатах мирового уровня. Какие события привлекли к себе внимание моего коллеги-соведущего Леонида Толчинского, мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами «Смотрите сами». Продолжая тему того, как наши студенты проявляют активности в киберпространстве, хочется отметить, что все больше интересных решений и инициатив условно-цифрового характера исходит от студентов социогуманитарного блока. Обратили внимание, что победителем европейского турнира по киберспорту стал студент юридического факультета. Не менее интересные примеры есть и в других не-айтишных подразделениях Казанского федерального университета. Вот на неделе по стране прогремела новость о том, что студенты второго курса высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета создают умную колонку «Алия». Изначально «Алия» был учебный проект, который реализовывался в рамках программы дисциплины технологии интернет-продвижения. К слову, название голосовому помощнику «Алия» предложили сами студенты. В рамках большого количества курсов сегодня они, студенты, разрабатывают проекты, которые должны обладать уникальностью и новаторством. В случае с «Алией» идея носила исключительно образовательный характер и не подразумевала массовость. Как только проект вышел за рамки учебного плана, разработчики проанализировали пользовательскую активность и убедились, что этот продукт действительно актуален и востребован. Колонка находится на этапе разработки технической части. Ребята нацелены найти само железо, условно назовем так железо, чтобы создать колонку физически для внедрения системы голосового помощника «Алия». Сейчас совместно с Институтом прикладной семиотики Академии Новок Республики Татарстана осуществляется сбор голосовых записей людей, владеющих татарским языком. Всего им необходимо 100 часов, ну не менее 100 часов татарской речи, что в дальнейшем поможет обучить Алию. Еще один аспект. Работа изначально была нацелена на многопрофильность. Были проведены продакт-маркет-файт, подготовлен бизнес-план и медиапланы, разработан фирменный стиль, дизайн колонки и запуск сайт-лендинга, обеспечение введения социальных сетей. На данный момент для реализации проекта «Умные колонки» Алия команда ищет уже инвесторов. Вот такой маленький пример. Кто-то из отрасли большого IT скажет, что ничего сверхсложного и оригинального не услышал. Ну и я о другом. Важен факт того, что больше и больше будущих специалистов в социо-гуманитарном секторе начинают серьезно понимать и сами вовлекаться в решение задач цифрового завтра. И в этом своем движении выступают не только как исполнители того или иного проекта, но и как постановщики технического задания с изначальным пониманием и осознанием, для чего, с какой целью и с какими последствиями будет внедряться в большую нашу жизнь тот или иной цифровой сервис. Студенты и их наставники тем самым начинают формировать столь важный тренд на объединение и сближение не только знаний, но и практических усилий технорей и гуманитариев. Именно такого союза сегодня ждет человечество в целом, которое не без основания опасается, что развивающийся стремительно цифровой мир вырвется в настолько самостоятельное плавание, когда его результаты начнут всерьез угрожать фундаментальным устоям, продиктованным далеко не алгоритмически сформированными законами. И отрадно, что в нашем университете раз за разом возникают примеры, причем из среды студенческой. То есть от тех, кто завтра этот цифровой мир или примет как управляемую данность, либо подчинившись законам алгоритмики, поставит человечество в весьма сложное положение. Такие дела. Всего вам доброго. День химика отметили в России. В Татарстане этот праздник растянулся на неделю. Причем в праздновании задействовали не только специалистов отрасли, но и любого желающего узнать о профессии, интересных фактах, о самой науке. В республике проходили научные квесты, ликбезы, проекты для популяризации отрасли. Казанскому университету есть чем гордиться. Всему миру известна химическая школа, зародившаяся здесь. Сама кафедра химии появилась почти 220 лет назад, в год образования Казанского университета. Химическая лаборатория возникла в середине 19 века. Она и дала целую плеяду замечательных ученых. Их труды составили Золотой фонд мировой химической науки. Клаус, Зинин, Бутлеров, Марковников, Зайцев, Арбузов. Это фамилии выдающихся исследователей, которые составили основную линию Казанской химической школы. Часть работ этих ученых хранятся не только в музеях, но и в фонде научной библиотеки Казанского университета. Амирахтямов увидел их. В год образования Казанского университета в 1804 году была открыта первая кафедра химии. Это событие положило начало созданию всемирно известной Казанской химической школы. Казанская химическая школа – общепринятое название химического общества и научного течения, существующих со времен Казанского императорского университета, с начала 19 века на базе его химического факультета. В химической лаборатории в середине 19 века возникла научная школа, давшая миру целую плеяду замечательных ученых, труды которых составляют Золотой фонд мировой химической науки. Зинин, Бутлеров, Зайцев, Флавицкий. Вот перечень выдающихся имен, составляющих основную линию школы. Сотрудники научной библиотеки Николая Лобачевского Казанского университета делятся с нами некоторыми научными трудами известных химиков. Например, статью Менделеева, которая называется «О современном развитии некоторых химических производств». Она была выпущена в Санкт-Петербурге в 1867 году. Типографии «Товарищество. Общественная польза». Помимо этого, у нас есть биография Зинина, которая была написана Львом Гумилевским. Она была выпущена в Москве в 1965 году. Третья же работа называется «Общая неограниченная химия». Она была написана профессором Казанского университета Флавицким. Данный научный труд был выпущен в Казани в типографии Императорского университета в 1907 году. Еще в институте Менделеев обнаружил необыкновенные способности, особенно в области химии. Еще студентом он напечатал свои первые научные работы, заслужившие высокую оценку. В этот период он издает работу о современном развитии некоторых химических производств, являющейся первой его экономической работой, и ряд работ, посвященных специальной нефтяной промышленности. Например, нефтяная промышленность в Северноамериканском штате, Пенсильвании и на Кавказе, а также Бакинское нефтяное дело. Важно отметить, что имя Николая Николаевича Зинина неразрывно связано с Казанью и Казанским университетом. В годы ректорства Лобачевского при университете для подготовки к профессорскому званию была оставлена целая плеяда способных выпускников. Среди них Николай Зинин, золотой медалист Саратовской гимназии, круглый сирота, который практически без средств, приехавший в 1829 году поступать в Казанский университет. Нельзя не подчеркнуть всю важность этой профессии. Химия затрагивает все отрасли жизни и окружает нас повсеместно. Химики нужны везде. В оборонной, химической, нефтегазоперерабатывающей, пищевой, машиностроительных и других отраслях. В научно-исследовательских институтах, лабораториях, учреждениях здравоохранения. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин. КФУ. Итоги недели. Легко и привольно живется науке лишь там, где она окружена полным сочувствием общества. Рассчитывать на это сочувствие наука может, если общество достаточно сближено с нею. Это говорил великий химик Александр Бутлеров. Наша программа посвящена лучшим научным практикам, которые исследуются в Казанском федеральном университете, людям, которые здесь трудятся и учатся, прославляя альмаматор. И, конечно, не оставляем без внимания события, происходящие в республике и стране. Лето началось, а значит, пришло время для покорения новых вершин и вдохновения. Успехов вам и всего доброго.